Уважаемые коллеги, для меня большая честь и удовольствие вообще участвовать в такой конференции. Я участвую в конференции по прикладной лингвистике первый раз, и, собственно, я осмелилась участвовать только движимое желанием сказать мои большие слова признательности и уважения профессору Ларисе Николаевне Беляеве. И я, очевидно, тот самый традиционный лингвист, который уже сегодня здесь упоминался косвенно, потому что я представляю позицию исследователя, который сформировался в рамках кафедры германской филологии, в рамках таких герменевтических, лингво-стилистических исследований текста. И в большей степени я чувствую себя вправе говорить вот об этих вещах. Тем не менее, вот такой широкий контекст, который был задан вообще проблематикой конференции, был тем более сфокусирован во вступительном слове профессора Шубиной, позволяет мне к тому, что, точнее, я сама почувствовала такое желание, вот к содержательному контексту того, что я хотела бы вынести на ваше обсуждение, предпослать два оценочных момента, поделиться с вами двумя ситуациями, которые не так давно произошли для меня и в личном осмыслении сфокусировали те вопросы, о которых мы задумываемся так или иначе сегодня, может быть, более прицельно. Пару месяцев тому назад я участвовала в научном обсуждении среди моих коллег, и один из нас, очень известный исследователь, в России делал сообщения по своей теме, и получилось так, что ни один из терминов, ни одно из понятий, которые он использовал, как вскрылось во время дискуссии, не соответствует тем представлениям, которые были у других коллег. И на вопрос, а почему для вас ситуация, контекст, корреляция означают вот то, что вы говорите, наш уважаемый коллег сказал примерно следующее, потому что я ничего никому не должен, потому что я лингвист, потому что я работаю в когнитивной, дискуссивно-ориентированной парадигме, я не физик, я изначально сказал то, что я хочу. И сразу же после этого я имела возможность быть в течение двух месяцев в Германии, в тех университетах, университет Котсдама и Берлина, те университеты, которые я знаю на протяжении 20 лет, и чувствую там себя достаточно свободными, и я вдруг узнала и осознала совершенно изменившуюся ситуацию. Я увидела и поняла, что профессорские позиции в этом знакомом, как я думала, мне научном ландшафте, стали занимать в последние несколько лет совершенно другие люди. Представители прикладной лингвистики. Оказалось, что не так-то просто исследователю сказать, я занимаюсь, например, политическим дискурсом или рекламным дискурсом, вот я хотела бы это обсудить с вами. Я говорю в том контексте, в котором я говорю, среди моих немецких коллег практически за последние несколько лет не осталось ведущих позиций профессора, как мы все знаем, позиции заведующего кафедры, которые занимались бы или представляли бы вот эту школу того, что мы называем прагматика, когнитивно ориентированное, дискурсивно ориентированное исследование. Сегодня слово имеют в университетском пространстве Германии представители прикладной лингвистики, представители тех областей знаний, которые занимаются структурой. И даже применительно к такому курсу традиционному, как история языка, я с большим удивлением для себя поняла, что меняются программы. И совершенно отчетливо маркирован вот такой поворот, перелом в сторону рассказов о песне о нибелунгах, или о теле, или о эфиле, в сторону анализа языковых структур, в сторону не истории языка и такого исторического литературо-ведения, но структурной исторической лингвистики. И вот это так очень эмоционально воспринятое мною в определенном смысле перелом наложился на то, что, я повторяю, многие из нас давно осмысливают для себя в иной системе координат, а именно как пересмотр вообще теоретических позиций, теоретико-методологических позиций относительно того, что составляет существо работы лингвиста, и что позволяет лингвистике оставаться наукой доказательной, и позиции доказательной науки укреплять. Доказательная лингвистика, так называется статья Ларисы Николаевны Беляевой, я имела честь и удовольствие быть соавтором, в этой статье, которая опубликована пару месяцев назад, в 2016 году в журнале «Вопросы когнитивной лингвистики» с подзаголовком «Метод когнитивной парадигмы». Вот та проблема, которую я фокусирую здесь и сейчас, я еще раз повторяю, это проблема осмысления, ну хотя бы вот в нашем кругу того, чему противопоставляется вольно или невольно лингвистика прикладная, относительно каких позиций теоретической лингвистики, но это все можно, так сказать, очень условно эту оппозицию взять в кавычки, это противопоставляется. Какова, собственно, дискуссия, относительно каких позиций мы должны разобраться и понять, мы единомышленники, или же мы определяем вот этот определенный, так сказать, достаточно отчетливо проявляющий себя поворот в сторону новой идеологии. Совершенно очевидно, что существует, и это не новость сегодняшнего дня, существует принципиальное различие, скажем, между лингвистикой 70-х годов и лингвистикой конца 20-го века, потому что однажды сформулированный призыв моделировать правильное высказывание в генеративной лингвистике не может сегодня восприниматься так, как это было в 60-е, 70-е годы, хотя бы потому, что высказывание тогда и высказывание сегодня, это совершенно разные объекты для лингвиста. И я повторяю, что вот осознание этого для меня, как человека, представляющего школу, скорее лингво-стилистического анализа текста является базовым, я действительно тот самый традиционный лингвист, которых Лариса Николаевна всегда наставляет на путь истинный, заставляя нас помнить о разнице между понятиями чистота, частотность, репрезентативность, выборки и так дальше, особенно когда мы обсуждаем квалификационные работы, кандидатские, докторские диссертации. Но здесь проблема не столько в таком прикладном, что ли, написании и представлении сообщества научного результата, сколько действительно в осмыслении тех позиций, которые для нас составляют определенную исходную точку, некий статус-кво, или мы, может быть, ошибаемся, может быть, мы смотрим на вещи по-разному. Вот об этом я и хотела сегодня говорить. Для нас совершенно очевидно, что в науке о языке постоянно шла и идет до сих пор борьба между строгим, точнее, стремлением к строгому изучению своего объекта по образцу естественных наук, с опорой на наблюдаемые факты, вместе с говорящим на нем человеком и с учетом творческих способностей людей. Можно, пожалуйста, следующий слайд. И мы знаем, что первый подход, о котором я сказала, достиг своего максимума в структурализме. Этот подход давал объективные, но ограниченные результаты. А вот этот такой широкий, когнитивно-процессуально ориентированный подход дает результаты широкие, но для него очень часто оказывается определенная произвольность и нестрогость подхода. Но оба этих принципа не устранимы из развития науки. Мы также знаем, что... Следующий слайд. Наша наука обретала свой дисциплинарный профиль именно развиваясь в сторону формализации, в большей формализации своего исследовательского подхода. И вот я даже где-то горжусь сама собой, что я нашла одну из ранних работ Юрия Михайловича Лотмана, работ 1967 года, которая практически никогда не цитируется вот в мейнстриме того, что цитируется вслед за Лотманом. У Юрия Михайловича есть работа 1967 года, которая опубликована в журнале «Вопросы литературы и ведения», в которой лингвистика того периода, то есть с конца 60-х годов, названа эталоном среди гуманитарных наук и поставлена в пример всем другим наукам гуманитарного цикла, потому что в настоящее время, это цитата из Лотмана, «Языкознание вырвалось вперед среди гуманитарных наук», и именно здесь зачастую вырабатываются методы общенаучного характера. Но после 1967 года прошло, то есть я правильно имею считать 4 десятилетия, а то и целых 5 по меньшей мере. И вот на сегодняшний день строгость подхода не рассматривается как необходимый критерий, теории или концепции, а скорее объявляется желанием упрощать исследуемый предмет. И вот, видимо, в этом смысле говорил мой уважаемый коллега, когда ему задавали вопросы, а он отставил свое право не быть заключенным вот в это прокрустого лужа каких-то одномерных определений. И вот в такой позиции совершенно отчетливо можно узнать очень часто транслируемый на сегодняшний период взгляд о том, что для лингвистики внимание к структурам, к речевым структурам, вот к наблюдаемым фактам уже перестало быть желанным объектом исследования в том смысле, что уже вот на современном этапе это не способно дать каких-то сведений к далеко идущим и интересным выводам. А нас на сегодняшний момент в широком таком цикле когнитивно-ориентированного подхода должно интересовать не тело, текст, не некая мертвая последовательность, графем. Я тем самым воспроизвожу здесь некую позицию, которую мне во всяком случае часто приходилось читать и слышать. Но нам интереснее душа, процессуальность. Вот это наблюдение за речевыми структурами в контексте культуры, в контексте очень, так сказать, широком, экстралингвистическом. И вот тогда эта мертвая последовательность, графем, оживет, обретет душу, и тогда лингвистика, собственно, и только в этом случае, лингвистика и получает некий объяснительный потенциал вообще в современном обществе и может привлечь внимание специалистов. Вот когда я думала над этой оппозицией тело и душа, я всегда вспоминала слова Михаила Васильевича Никитина, нашего, наверное, так и правильно, и нужно сказать, ленинградского, петербургского лингвиста, руководителя школы английской филологии здесь, в Ерциновском университете, а именно, я имею в виду здесь его цитату, в работе 2003 года «Основание когнитивной семантики», это одна из последних таких прижизненных работ Михаила Васильевича, где я нашла, метафора бывает не только полезной, но недостаточно критичному уму метафора может сослужить плохую службу, потому что ориентирует этот недостаточно критичный ум на неоправданный обобщение. И вот если мы посмотрим на проблему, которая, я повторяю еще раз, вот эта объединяющая нас, инклюзивная мы, которая, наверное, нас объединяет в наших размышлениях о том, куда лингвистика движется, и вот, собственно, вектор, и есть ли действительная стена или разделение между теоретическими и прикладными аспектами, то нам нужно помнить, что наша наука проделала совершенно очевидную динамику в определении своего объекта. О нашей науке, я повторяю, я говорю с позиции текста-центрической и с позиции одновременно лингвистики, дискурса, которой я занимаюсь и которую я представляю. Вот наша наука проделала совершенно очевидную динамику в определении того, что для нас есть структура, речевая структура, и как ее следует нам брать как объект анализа. Если действительно в 70-е, 80-е годы, ну, в 70-е, может быть, было бы точнее, структурализм неоднократно выступал объектом критики, которая тоже была в свое время очень упрощенной и заплатила в определенном смысле цену за обвинение в этом упрощенческом подходе, то сегодня ситуация принципиально иная. Сегодня в подавляющем большинстве авторитетных, зарубежных и российских школ, я имею в виду здесь и нашу, Петербургскую, Герценовскую школу лингво-стилистического анализа текста, который на кафедре немецкой, германской филологии на протяжении нескольких лет представляется, развивается профессором Гончарова, профессором Щирова и другими коллегами. Так вот, сегодня взгляд на текст, на речевую структуру другой. И проблема для меня, во всяком случае, здесь я буду говорить от первого лица, оказывается заостренной потому, что виновата не некая теоретическая позиция, виноват не дискурс, виноват не когнитивный подход и тем более не когнитивная лингвистика, если вообще это слово здесь уместно произносить, но в определенном смысле мы должны давать себе отчет, что мы имеем дело в очень многих случаях с такой теоретически, главной методологически, не строгой позицией исследователей. Значит, вот я показала то, что я хотела в качестве такого предварительной системы координат вашему вниманию представить, и сейчас я заостряю свой разговор на проблему от текста к дискурсу и обратно. Значит, на каком-то этапе, а этот этап маркировался, ну, по-разному, в европейском пространстве конец 80-х, у нас это 90-е, 2000-е годы, было провозглашено то, что я вот так вот метафорически повторила за представителями отдельных школ, тело текста менее интересно, чем его душа, чем вот эта вот процессуальность дискурса, и в нашу систему исследовательских координат вошел термин дискурс, который стал пониматься как наше все. Дискурс стал выступать как такой ярлык, как модная этикетка, которая наклеивается на всякое, на любое исследование в области языка, которое хочет быть, хочет позиционировать себя как актуальные современные исследования, и вообще всякое, любое желание читать и интерпретировать текст или заниматься речевыми структурами очень часто, может быть, это у меня такое отдельно взятое, очень часто связывается с термином дискурс-анализ. Все остальное уходит как-то вольно или невольно на периферию внимания и объявляется кондоровым структурализмом, объясняется вот некой такой вот, ну что ли, прикладными областями, в которых невозможно сделать каких-то далеко идущих теоретических выводов и обобщения. В действительности это не так. И вот это не так обусловлено тем, что в нашей российской действительности термин дискурс и вообще вот этот интерес к изучению текстов в очень широком экстралингвистическом контексте, в контексте культуры социальных практик наложился на ту систему координат, которая давно и успешно в российской, в советской науке развивалась под другими термиями. У нас в 90-е годы в соприкосновение пришло, так сказать, два потока публикаций. Одни из них, один из этих потоков публикаций представлял всесторонние давно известные нам школы функционально ориентированной грамматики, функциональной стилистики, это Перий, Саратов, это Нижний, Горький, Нижний Новгород сегодня, то, что мы с позицией функциональной стилистики или, повторяю, функционально ориентированной грамматики традиционно для нашей отечественной советской российской науки изучали, как необходимость изучать структуру в связи с широким комплексом вне языковых факторов. Одновременно с этим упал железный занавес, мы все получили возможность читать по-английски и покупать самостоятельно эти книги и стали возникать новые диссертационные советы, возможности защищать новые диссертации, которые воспроизводили себя в других формах и то же самое содержание, вот этот функционально ориентированный подход стал представляться нам с пафосом квазиновизны под этикеткой дискурс как такой широкий подход к изучению языка и противопоставляемой ограниченности или квазиограниченности структурных явлений. Вот мой опыт научного диалога с коллегами прежде всего представляющих европейские школы дискурса я имею на мой личный опыт ну и естественно знакомство с теоретическими работами так как мы можем это все сделать говорит нам о том что особенно в последнее время в зарубежной лингвистике текст в зарубежной лингвистике тут какое-то добавление может быть и не нужно совершенно отчетливо прокладывает себя тренд или демаркационная линия между широкими социолингвистическими широкими такими историческими идеологически ориентированными подходами к языку и к дискурсивному анализу с одной стороны то что называется подход к дискурсу по фуков и к собственно лингвистическим исследованиям я еще раз возвращаюсь вот к тому даже не наблюдению а к той реальности которая меня действительно очень поразила и очень задела в таком даже прикладном смысле я подумала что а чем я должна заниматься через 5 лет где я окажусь чтобы вот эти точки соприкосновения с моими коллегами не утратить когда вот этот широкий размашистый охват всего в анализе всех возможных политических религиозных этнических культурных маркетингов и так далее факторов объединяется в так называемый дискурсивный анализ для наших коллег эта проблема уже давным-давно не стоит они давным-давно уже лет 20 не ставят вопрос о том куда ставить ударение на первое или на последнее слово дискурса все ответы на эти вопросы даны и вот таким социолингвистическим идеологически ориентированным направлением в исследовании дискурса давно и отчетливо противостоят лингвистические понимания дискурса если можно следующий слайд которые ограничивают понимание дискурса тем самым текста центрическим или структурно ориентированным принципам на сегодняшний момент существует совершенно отчетливая тенденция я ее озвучу вслед за Владимиром Александровичем Плунгианом это цитата из его работы 2008 года все-таки вот если задуматься 8 полных лет прошло сегодня возникает новая идеология кстати в названии моего доклада это действительно цитата из работы Владимира Александровича Плунгиана корпус как новая идеология сегодня отмечается совершенно отчетливый тренд к тому чтобы смотреть на структуру в рамках дискурса в том смысле что дискурс это корпус ну если угодно виртуальных текстов и во всех современных ну по крайней мере на протяжении последних 15 лет изданных с начала 2000-х годов научных и учебных публикациях по дискурсу и дискурссивному анализу в европейском пространстве во всех таких изданиях в качестве заключительной части всегда присутствует раздел лингвистика корпусов корпусно-ориентированная лингвистика значит корпусная лингвистика обнаруживает очевидные параллели я заканчиваю с лингвистикой дискурса если может вот мы проделали путь в наших мы лингвисты проделали путь в наших дискуссиях о том что мы выясняли где мы одинаково мыслим где у нас линия водораздела вот по этим позициям и сегодня мы говорим о лингвистике дискурса но в совершенно если можно определенном смысле Подразумевая, под лингвистикой дискурса очевидные теоретические и методологические параллели с корпусной лингвистикой. Корпусная лингвистика обнаруживает параллели с лингвистикой дискурса по ряду критерий. Потому что? Потому как следуется текст в рамках того и другого подхода, в рамках той и другой лингвистики. Лингвистика дискурса фокусирует интегративность текстов, корпусная лингвистика фокусирует репрезентативность текстовых образцов. Дискурсивно-ориентированный анализ это всегда анализ такой глубинный, макро- и микросемантический, а корпусно-ориентированный анализ это всегда анализ количественный, создающий фокус на формальной связности того, что объединяется в содержательное единство. И вот та цитата, которую я чуть было не потеряла из Владимира Александровича Плунгьяна. Появление корпуса не просто дало в распоряжение лингвистов мощный инструмент анализа фактов языка. Оно в определенной степени изменило теоретические приоритеты и отчасти даже взгляды на то, чем является язык, и какие задачи изучения языка являются наиболее важными. Корпус — это новая идеология, ориентирующая исследователи на текст как главный объект теоретической рефлексии. Можно сказать, что корпус в каком-то смысле вернул лингвистов их подлинный объект — тексты на естественном языке в максимально полном объеме. Конечно, я желаю и хочу быть правильно понятым. Если я в какой-то мере задала определенный пафос отрицания в рамках этого обсуждения, то весь этот пафос отрицания касался вольной или невольной нестрогости и непроизвольности подходов, которые мы можем наблюдать в рамках нашей науки. И я хотела бы сказать, что лично для меня наличие образца, наличие нормы в нашей науке исключительно важно. И, по-моему, лингвисты, вообще гуманитарное знание в гораздо большей степени, чем знание естественное, нуждаются в таком образце, в таком эталоне. Именно потому, чтобы вот эту бесконечную множественность и потенциальную безграничность интерпретаций канализировать и направлять. Вот мы сегодня присутствуем на конференции, которая посвящена юбилею прорезы Ларисы Николаевны Беляевой. Я в очередной раз след за моими коллегами не просто повторяю, я с удовлетворением констатирую, что мы солидарны в том, что мы вот такой образец в лице Ларисы Николаевны видим в очень многих и разных ракурсах. И это для нас пример и человека науки, и науки как таковой, ее дисциплинарной области, которая и способна, и действительно решает вот эти задачи быть наукой, в смысле наукой доказательной и одновременно отвечать на сложные вызовы нашего времени и гибко меняться под воздействием этих сложных задач. И я думаю, что если мы как-то вот дополнительно найдем те грани, в которых мы совпадаем или, может быть, не совпадаем, а уйдем в дальнейшем с каким-то сомнением и желанием продолжить эту внутреннюю дискуссию даже вот с самим собой, то я думаю, что эта задача конференции будет выполнена на 100%. Я закончила, я сказала то, что я хотела. Я должна принесить извинения за то, что моя соавторша, хайпинтизма, к сожалению, не могла приехать в Санкт-Петербург, о чем она очень жалеет, но ее не отпускали. Поэтому мне придется прочитать и вторую часть доклада как раз о статистическом анализе нашего эксперимента. Наш доклад как раз посвящен этой мертвой последовательности графен, потому что мы занимались вопросом о пользе, который приносит цветное выделение графен и мальфен в текстах, назначенных для преподавания русского как иностранного. И мы по этому поводу провели эксперимент. Сегодня хотим с вами обсуждать первые результаты этого эксперимента. Этот эксперимент является одной из подготовительных работ по более крупному проекту, посвященному составлению обучающего корпуса для учащихся русского как иностранного. А как вы все, наверное, знаете, в русском альфавите довольно много графен, которые можно легко спутать, что составляет проблему для всех желающих приобретать навык чтения на русском языке, неважно, носители или носители. В гидактической литературе даются разные советы по этому поводу. Для учащихся носителей языка рекомендуются разные упражнения, которые направлены на улучшение амбастриата и фонер. Вы, наверное, представляете, можете себе представить, что этот подход не очень способен для работы с учащимися, для которых русский нервной язык. И в литературе по РКИ Мельхор обсуждает некоторые проблемы, которые возникают при работе с учащимися, которые страдают от дислексии, но как раз этот вопрос графематики там не затрагивается. И поэтому мы решили провести эксперимент как раз по этому поводу. Для составления эксперимента мы пользовались онлайновой платформой SoulSight Survey, и сам эксперимент был проведен в феврале и марте этого года. И наш, ну, смысл, вот этот эксперимент сам был доступен с двумя рабочими языками, немецкими языками и английскими языками, потому что мы обращались к нашим респондентам по интернету. А прежде чем мы попросили респондентов работать как раз с нашим экспериментом, мы спрашивали несколько различных социальных параметров у них. Я тут буду обсуждать только два из них, а именно тип учащихся и продолжительность обучения, потому что мы учли только вот эти два фактора при предварительном анализе наших данных. Как тип учащихся мы отличаем так называемых ритажников, то есть говорящие, у которых русский унаследованный язык, и учащихся, для которых русский иностранный. А тех учащихся, у которых продолжительность обучения меньше одного года, мы объединили в группу начинающих, а остальные все мы считали продвинутые. А кроме того, это тоже важно, мы спросили о том, существует ли какое-то нарушение восприятного цвета, потому что это как раз очень важно для нашего эксперимента. Мы употребляли только тексты, которые были написаны обычным печатным шрифтом, потому что не все учащие язык знают курсивный шрифт, а кроме того, ну, эти пары вот легко перепутываемых в графе различаются в печатном и в печатном шрифте, в курсивном. И мы всегда измеряли скорость реакции наших распорядок. Для того, чтобы на результат эксперимента не влияла узнаваемость формата теста, мы употребляли разные форматы заданий. Мы следили за тем, чтобы последовательность возможных атлетов не стала предсказуемой. И мы давали правильный ответ только после того, как респонденты уже закончили весь текст, весь эксперимент. И поскольку скорость распознавания слова является результатом тренировки, мы не поменяли последовательность заданий в эксперимент. Какие у нас были гипотезы? Мы исходили из того, что для начинающих главная проблема – это распознавание отдельных графем в так называемых, ну, так, в орфологических, по всех словах. И мы исходили из того, что цветное выделение графем, который можно легко спорить, улучшает скорость распознавания слов. А показателем улучшения мы считали долю правильного распознанных слов и скорость распознавания. И поэтому мы создали две версии эксперимента. Во-первых, одна версия, где графемы были выделены разными цветами, а вторая версия, где вот просто чёрный шрифт. Ещё одна проблема при составлении эксперимента для начинающих – это как раз словарный запас. потому что все употребляемые в заданиях слова должны содержать какие-то легко перепутываемые графемы, но заодно, конечно, учащиеся, которые только недавно изучают русский язык, всё равно должны знать все эти слова, иначе они не смогут работать с нашим экспериментом. И поэтому мы решили включить вот целый ряд вот так называемых интернационализмов, как, например, ну слово «инструкция», потому что там и такие перепутываемые графемы, и можно исходить из того, что корреспонденты знают это слово. Большинство наших заданий, это начинающих, опиралось на орфографические вопросы. То есть мы давали слова-стимулы как в правильной, так и в неправильной орфографии, и вот орфографические ошибки были разного рода. То есть мы давали слова, где был неправильный порядок правильных графем, и наоборот были неправильные графемы в правильном месте. И все вот отдельные ошибки касались как раз графем, которые можно легко перепутить. И респонденты стапливались с ошибками в разных местах, то есть в начале слова, в середине слова, в конце слова. И, конечно, вот те ошибки касались разных графем. Но это потом будет важно, потому что мы уже рассмотрим геограмму, это вот просто название вот этих четырех заданий, которые как раз связаны с вопросами орфографии. Кроме того, у нас было еще одно задание для начинающих, где мы проявляли респондентам один лексим и две лексимы. И респонденты должны были выбрать лексимы, которые лучше всего подходят к изображенному предмету. И вот эти две лексимы, которые мы проявляли, они являются, ну, они образуют, так называемый, в некотором смысле, вот графематическую минимальную пару. То они различаются только по одной графе, и вы, наверное, уже угадаете, что вот это как раз одна из такой пары, легко перепутанная графика. Наша гипотеза для работы с продвинутыми учащимися заключалась в том, что они уже умеют работать с лексимами, которые морфологически сложного строя. И, кроме того, многое вот эти перепутываемые графемы часто совместно случаются в суфу. И поэтому мы для предвинутых, для предпринятых респондентов выработали три версии эксперимента. С одной стороны, вот эта цветная, одна версия с цветным выделением графем, как и для начинающих. Вторая версия, где разными цветами выделяются в суффиксы, а третий вариант, ну, с черным. И мы исходили из того, что это выделение способствует больше доли неправильных ответов и увеличению скорости реакции. Кроме того, мы выделили еще третью гипотезу. А именно такая, что выделение морфем полезнее для продвинутых, чем выделение графем. Какие у нас были задания для продвинутых? В первом задании мы предъявляли респондентам по одному предложению с пропуском слова и попросили дополнить этот пропуск с помощью одной из четырех словаформ. Вот все эти словаформы были с тем же корнем, но они представляли разные части речи, и они были образованы с разными производными морфемами и качаниями. Мы исходили из того, что контекст позволяет респондентам установить, какую часть речи нужно дополнить. И поэтому мы ожидали, что выделение морфем помогает в большей мере, чем выделение графем. Второе задание было связано с работой с синонимами, то есть мы предъявили одну лексему как стему и четыре других лексема как потенциальные синонимы. А кроме того, мы предоставили респондентам возможность, что я так ведь не знал. Вот эти лексемности предъявлялись без контекста и синонимы отнесились к той же части речи, но различались к морфологическому устрою. Либо они относились к различным частям речи, которые, однако, имеют одинаковую функцию. Например, атрибутивную функцию прилагательной на филу причастия. А четвертое задание как раз было посвящено грамматическим категориям. То мы предъявляли вот одну и иную группу со структуры, там модификатор какой-то, плюс существительные. И либо этот модификатор, либо существительные были образованы с помощью морфем, которые задерживают вот эти легко перепутываемые графемы. И задание заключалось в том, что респонденты должны бы отнести словоформ к одной из следующих категорий, то есть причастие настоящего времени, причастие прошедшего времени страдательного залога, субстантивированный глагол, либо другое. Плюс еще дополнительный ответ не знаю. И мы ожидали, что в результате анализируемую словоформу в составе именной группы делает очевидным ее функцию. И поэтому это позволяет респондентам сформулировать гипотезу о том, какую функцию имеет словоформу, которая образована с определенными морфемами, и какова взаимосвязь между морфологическим строем и отношением к определенному хроматическому категорию. И все, мы ожидали, что вот этот эффект знакомства с форматом текста примерно равен эффекту, который наступает при работе с результатом поиска, с результатом поиска. Поэтому мы сходили из того, что лучший способ выделения морфемии и гиграфемии, это тот, который наибольший более правильный ответ их и улучшенный в скорости реакции. Итак, переходим к результатам. В нашем опросе участвует 277 человек, 10 из них мы исключили по разным причинам, троих мы исключили из анализа, потому что они заявили, что у них нарушение восприятия цветов, а цветов и сеймора не указало продолжительное собачивание, поэтому мы не знали, продвинутые они или не продвинутые, или начинающие. Как ни странно, вот скорость реакции очень сильно различалась. Топомния, которая сидит до трёх часов, и поэтому, ну, насколько мы интересуемся спонтанной реакцией, мы решили рассматривать только испытания со скоростью реакции не более 25 секунд. Одним исключением является вот это задание колом, потому что там всем участникам понадобилось больше времени, что связано как раз с форматом текста. Вот там мы рассматривали все те испытания со скоростью реакции не более 60 секунд. А вон распределение испытаний, ну, после чистки вот так сказать наших данных, и вот, ну, как видно, вот у нас было меньше участников начинающих, чем родителей. Вот. Относительно ашфографических заданий для начинающих, можно сказать, что продолжительность обучения имеет сигнификантное положительное влияние на результаты. а цветное выделение также сказывается положительно на доле правильных ответов, но, к сожалению, разница не является сигнификантом в статистическом смысле. Вот. А если рассматривать разные типы обучаемых, то можно сказать, что те, кто изучает русский, как иностранные, продвинутый обучающимся пользу приносит цветной галлюгинография, а у начинающих можно обнаружить только какие-то позитивные тенденции. А для херетальников как раз у начинающих можно обнаружить положительные тенденции, но результаты не сигнификантные. А продвинутым учащимся в отделении морфе приносит пользу в некоторых заданиях. А именно в заданиях вот 5 и ну это задания вот с пропуском и задания с синонами. А вообще можно сказать, что у херетальников доля правильных ответов всегда больше. Мы сейчас уже переходим к распределению скорости реакции, а тот у начинающих цветное выделение способствует скорости правильного ответа только в задании вот как раз с пропуском в рамках одного предложения. А у продвинутых выделения морфе у продвинутых цветное выделение вот графем вот вот в цикле выделение графем способствует скорости правильного ответа вот в этом задании с синонимом и в задании вот с грамматическими категориями. а выделение морфе наоборот снижает скорость реакции. вот это как раз то, что я вам уже сказала. А вот тут еще раз скорость реакции, распределение скорости реакции, но уже с учетом разных типов учащихся, то херетажники можно сказать, что херетажники всегда отвечают быстрее и выделение графем как таковое вообще способствует скорости реакции. А при выделении графем скорость реакции вырастает задально. синонимом и в заданиях с кроматическим конкулем в случае учащихся русского как иностранного. Вот это видно. А в задании с пропуском это как раз херетажник. Итак, нашим выводом заключается вот в чем. Вот выделение графем привело к большей более правильной ответов, но тоже были разные эффекты на скорость реакции. Поэтому следует еще раз пересматривать соотношение между отдельными задачами и типами учащихся. учащихся. выделение маршем, как ни странно, снижало скорость реакции, что можно считать отрицательным эффектом. Но все равно можно было обнаружить положительную тенденцию относительно доли правильных ответов как раз хоридажника. Так что видимо там разные типы учащихся по-разному реагируют на цветное выделение. А поэтому в дальнейшем следит учитывать еще дополнительные независимые переменные, которые мы как раз подочинили вот спрашивая о социальных всяких факторах. А именно надо будет учитывать родной язык респондентов, место обучения русскому языку и специальность респондентов. Спасибо. Я хотела бы в качестве как бы фринарного доклада сделать что-то вроде отчета по тем направлениям, которые мы реализуем, которыми мы занимаемся в рамках можно сказать инженерной лингвистики. Я теорию инженерную лингвистику не очень люблю, хотя вслед за поделившим жем еще время от времени использовала. Мне как бы больше нравится учительная лингвистика, но я думаю, что это не так уж принципиально в контексте нашего сегодняшнего доклада. Низкий поклон тем, жив не не заниматься тем, чем хочется заниматься и даже отчитываться перед представительной аудиторией. Перечислять этих учителей можно долго, но в данном случае, конечно же, низкий поклон тем, кто жив и тем, кто не ушел Райану Генриховичу, Валерию Мишлемовичу и многим, многим, многим. Александру Сергеевичу безусловно, тем более, тем более, что именно к Александру Сергеевичу я пришла быть малявкой поступать в университет и учиться тому, что же такое прикладная вычислительная инженерная математическая лингвистика и потом уже почти на равных спорить и с математиками, и с лингвистами. Итак, называется «Доклад смысл зоны и оценка контекстной предсказуемости текста». Основной материал, который представлен, будет на слайдах. Это совместная работа с моей дипломницей, с которой сделали, по-моему, очень неплохой диплом, но вот как раз к вопросу о в кавычках поддержке прикладной лингвистике магистратуры у нас нет и когда она будет непонятно. Планы были гигантские, предполагалось, что мы доведем исследование до такого достаточно серьезного результата. То, что получилось сейчас достаточно интересное, но все-таки хотелось бы больше, больше и больше. Но прежде всего, по поводу первых слов, смыслу. Мне когда-то очень понравилось, когда на диалоге, еще в те времена, когда он не совсем распался, проходил на конференции диалог, а проходил Микасова был один из круглых столов о том, что же такое современная лингвистика, и два доклада сообщения слова были о том, что современная лингвистика, современная компьютерная решительная инженерная лингвистика отличается прежде всего тем, что вектор внимания резко сместился на текст и на смысл. Никто не хочет сказать, что этим раньше не занимались, но сейчас основной вектор сместился именно на такие сложные и важные как для лингвистики, так и для информатики понятия. Почему? Потому что ни одна система понимания текста автоматическая, ни одна модель переработки информации человеком без именно этих акцентов существовать не может. Ну, лучше всего, наверное, об этом говорить как раз с точки зрения ну, можно сказать информатики и того, что соотносится с а, собственно, представлениями информатики и б, представлениями о открытости, закрытости системы, да, не просто привычные представления о стилистике текста, но с уклоном вот в эту сферу более открытая и менее открытая система, за счет чего, за счет каких признаков и какой тип открытости и закрытости, потому что, строго говоря, именно это определяет то, каким образом мы перерабатываем информацию на основании, собственно, текста или нам надо подключать дополнительные источники информации, какие источники информации, тезаурусы, базы данных, онтологии, ну, в общем, самые разнообразные, тем более, это актуально для русского языка, где подключать надо, язык сложный, не всегда логичный, но ресурсов практически нет. По мере исследования смысла жанра типа текста добавился еще параметр, здесь он почти не задействован, но завтра во время докладов чуть-чуть коснемся хорошесть текста, степень хорошести и плохости, это не я придумала, эти исследования сравнительно давно ведутся за рубежом, и это действительно интересно, как оказалось, что степень хорошести и плохости, с одной стороны, коррелирует с тем, о чем вы только что говорили, а с другой стороны, именно от того, насколько текст хорош или плох, надо выбирать или иные методы его понимания, его исследования, ну вот, в частности, красиво было показано на работе по саморизации, что в зависимости от того, насколько хорош или плох текст, для саморизации надо выбирать, для качественной саморизации надо выбирать либо простейшие статистические методы, либо, наоборот, максимально подключать семантические ресурсы. Если текст хорош, подключение семантических ресурсов, зачастую даже ухудшает качество, а если текст плох, плох, с точки зрения структуры, с точки зрения возможности его понимать, то без этих дополнительных семантических ресурсов мы не можем получить адекватный реферат, квази-реферат, поскольку в русскоязычном сообществе даже для научных текстов. Мы часто сталкиваемся с плохим качеством, то есть, может быть, очень интересный по задумке, по идеям текст, но с точки зрения текстовых характеристик текст ужасен. так ну вот несколько услов все-таки про контекстную предсказуемость, Сначала мы хотели попробовать в лоб, а дальше уже разбираться. И моя девочка пыталась подключать процессы Маркова, блогания, есть в библиотеках и многое-многое-многое, но я не могу сказать, что дело в качестве тех или иных библиотек. Скорее, просто получались плохо интерпретируемые результаты. Поэтому мы пошли по максимально лингвистическому пути, естественно, на основе квантитативных, количественных методов, на основе вот этого подхода от информатики. Это, можно сказать, то, как мы рекламировали нашу работу на кафедре информационных систем в искусстве и гуманитарных науках, где нет магистратуры, где мало кто понимает лингвистику, но тем не менее, где из года в год делаются, с моей точки зрения, очень неплохие работы именно в области вычислительной лингвистики. Я надеюсь, вы подтвердите. Утверждают. А? Утверждают. Во всяком случае, достаточно интересные. Почему? Потому что это даже в большей степени, чем на кафедре матрингистики, наверное, соединение с технологиями. Мне кажется, достаточно удачный вариант, поскольку мы берем лингвистические гипотезы, лингвистические представления, признаки, наборы признаков, такую достаточно полную предварительную интерпретацию, а затем реализуем в рамках той или иной технологии. Но здесь до чистой технологии еще не дошло. Основные методы исследования, ну, конечно же, основные методы исследования, это вероятностные оценки, энтропийные характеристики, на самом деле разнообразные. В данном случае представлена только часть. Меры удивительности, которая вроде бы до сих пор в русскоязычных работах используется очень слабо. Может быть, я не находила подобные работы, но почти все, что читала, почти все, с чем мы работали, было англоязычным. Ну и варианты условной вероятности, где контекст менялся от минимального ближайшего до предложения. Естественно, сопоставлялись вероятностные оценки со статистическими мерами связности. В качестве главной меры я немножко голодом по европам, потому что думаю, что на пленарном сидят те, кто уж всяко в курсе этих мер, всех этих мер. В качестве основной характеристики вероятностной мы использовали меру удивительности, на втором месте энтропийные характеристики, в качестве меры связности, в качестве вот такой вот базовой, что ли, меры Дайса. Во-первых, потому что, ну, с моей точки зрения, она достаточно адекватна. И во-вторых, конечно, когда-то она была реализована для построения так называемых ко-сегментов литовцами, мы проверили, сопоставили, провели дополнительный эволюэйшн, в том числе и включая эксперименты с носителями языка, и получилось, что и сама мера Дайс, и ко-сегменты, о которых пойдет речь чуть позже, на основе этой меры, дают достаточно интересные и правдивые результаты. И ко-сегменты можно сопоставить, опять же, прошу прощения за обилие англоязычия, с теми самыми чашками, о которых многие из нас мечтают, и мы постоянно говорим. В данном случае, скорее, примеры. В художественном стиле большие и небольшие тексты, переводные и русскоязычные, то есть максимально гетерогенная область. И в научном стиле как раз два подкорпуса более-менее комогенные. Один – это когнитивная психология, и второй – это материал, любезно предоставленный кафедрой мат-лингвистики, материал конференции «Корпусная лингвистика», с которыми мы работаем уже, боюсь сказать, много-много лет. Да, ну, выбор тематик – не знаю, наверное, понятие. С одной стороны, они совершенно разные с точки зрения терминологии и даже с точки зрения структуры текста, хотя в последнее время когнитивная психология все больше и больше объединяется со сферой компьютер-сайенс и вычислительной лингвистики, но, к сожалению, не в России. А с другой стороны, недаром она за рубежом так хорошо объединяется, содержательных пересечений очень много. Я могу сказать, что я искренне люблю маркшоп, который не очень регулярно, то каждый год, то через год проводится в разных городах среди организаторов Шеффилд, Венеции, ну, университеты Шеффилда, Венецианский Кафруск, Краковский университет и так далее. И варкшоп как раз так и называется NLP Cognitive Science. Аббревиатуры как одно слово. Модель текста представляет собой, ну, во всяком случае, в той реализации, которая была, направленный граф с перечисленными мерами, с учетом перечисленных мер. Для каждого слова и для текста в целом. Не думаю, что это самое интересное применение, но, тем не менее, в качестве полезности для простых смертных, не очень интересующихся линвестика, вот это вот снятие неоднозначности достаточно привлекательно. Во всяком случае, понятно, скажем так. Аналогично исправление опечаток. Теперь ближе к тому, что действительно нас интересует. Вот по такой простой схеме, сравнивая пару с ближайшим словом, слова объединяются или не объединяются в те самые косегменты или чанки. То есть, в общем-то, мы выходим здесь с одной стороны на уровень нормальной лингвистики и контекстной предсказуемости и вот таких связанных сегментов, которые, в зависимости от корпуса, очень часто такого типа сегмента прекрасно составляются в разумной и полезной словарь. С другой стороны, это полезно, интересно, продуктивно для исследования понимания контекста человеком, тем более, что еще с 70-х годов идет речь о том, что для реального восприятия понимания текста человека должны рассматриваться сегменты от слова, а лучше гораздо больше. Больше, но значение имеет далеко не только размер, а прежде всего связанность, единство с самых разных точек зрения, семантической, синтаксической, потенциально интонационной, потому что даже письменный текст, как мы знаем, имеет интонацию, то, как мы, скорее всего, его произносим и какие-то еще неуловимые характеристики, которые характеризуют человека, его базу знаний и так далее. Я прошу прощения, если я буду много говорить за 5 минут... Еще 10 минут? Еще 10 минут. Это замечательно. Тогда, может быть, я даже побольше времени на вопрос остаться. попробую. Не самые лучшие примеры, но я не стала придираться по оси Y значениями «Арадайс», насколько нормированной окажется. А красным выделены те самые сегменты, о которых мы только что говорили. По большому счету, одна из особенностей это не очень большие объемы корпуса, потому что для научного стиля, для корпусной лингвистики мы обсчитывали полностью диалог и корпусную лингвистику кажется, за 5 лет точно не помню. На корпусной лингвистике получаются довольно большие сегменты вот эти вот чанки. Если брать неполный корпус, естественно, эти чанки несколько уменьшаются, тем не менее, они все равно показательны. Во-первых, они скажем так, с точки зрения осмысленности точно больше, чем в художественном тексте и таким образом хорошо выделяются не только термологические конструкции, не только клише научного текста, которые, к сожалению, в русскоязычном научном тексте встречаются на каждом шагу, но и вводные стилистические конструкции, которые тоже можно относить к клише, а можно рассматривать отдельно всякие, как представляются и так далее, и так далее, и так далее, то есть то, что запрещено в хорошем тексте, в хорошем рейтинговом журнале, в традиционных русскоязычных текстах научных встречается на каждом шагу. Для художественного текста тоже есть что-то типа клише, но они опять же зависят от гомогенности, гидрогенности вот этого корпуса художественного текста. В данном случае заведомо был взят негомогенный корпус, и неудивительно, что очень больших косегментов нет, тем не менее представление о том, что попадает в косегменты мы получаем. И вот гости испытывали одинаковое чувство, ну что, хороший, по-моему, пример. Было совершенно очевидно, но с моей точки зрения не очень хороший пример, точнее пример не очень хорошего текста. понятное, что увлечено включало разные этапы, статистические оценки, но все-таки контекстная предсказуемость всегда включает для нас мнение информанта, простого носителя языка или эксперта, если речь идет о каких-то специальных текстах. Как с точки зрения психологии, когнитивной психологии, психологии восприятия, так и с точки зрения моделирования и реализации практически любой системы понимания текста, потому что конечный пользователь у нас всегда человек. На основе значений метрики удивительности в супрайзл было выделено три класса. Ну вот с ожиданием первый вариант наиболее предсказуемый, как мы предполагали, второй вариант, как предполагалось нечто среднее непонятное, третий вариант или имение предсказуемый. В каждом фрагменте текста в качестве пропущенных были выбраны слова, представляющие все классы и более-менее поровну. Я надеюсь, видно пример из текста? Вот это нет? Хотя бы часть его надо сделать. Давайте я зачитаю. Суть клоуз-теста или миссинг-ворд текста заключается в том, что некоторые слова случайным образом или интересующим экспериментатора удаляются. Удаляются, остается либо указание на место, либо вообще ничего не остается. В данном случае остается указание на место. Надо восстановить. Еще раз повторяю, первые работы по клоуз-тестам я видела с конца 60-х, 70-х годов, причем если часть из них была такая сугубо ориентированная на складную лингвистику, то есть как лучше написать инструкцию, как лучше написать понятный текст и так далее, и так далее, как проверить знания иностранного языка, но тогда уже были сопоставления результатов заполнения лакун человеком и машиной. Слово пропущено на основании единой теории второе слово пропущено интерпретации понятия сознания в психологии позвольте я запятые не буду в психологической науке как слово пропущено здесь запятая важна факты сознания ассоциируются с осознаваемыми переживаниями. Сознание со времен вунта слово пропущено в основном как синоним осознания точка слово пропущено говоря сознание понимается как эмпирический термин а не как слово пропущено понятие ну и так далее я бы сказала что это пример типичного научного текста из когнитивной психологии но как мы прекрасно понимаем вряд ли такого типа текст можно дать хорошее обобщенные ответы информантов ну тоже на такую аудиторию скорее всего не видно несмотря количество полностью правильно восстановленных слов 70% доля правильно восстановленных частей речи 80% значение супрайзел 10 6 энтропии 13 энтропии ну дальше супрайзел энтропии я наверное не буду говорить многообразие заменялось на обширность разнообразие количество правильно восстановленных слов 20% количество правильно восстановленных частей речи 100% исходное слово правило заменялось на правило чувство и много чего еще 30% правильно восстановленных 80% правильно восстановленных часть речи понятно что на самом деле количество параметров гораздо больше эта презентация была ориентирована именно на то чтобы представить материал присутствующий но не для такой большой аудитории надо еще примеры интересно уже нету времени все результаты клоус теста первый класс наиболее предсказуемый действительно восстанавливается максимально часто 85% это прекрасный результат третий класс наименее предсказуемый опять же гипотеза была верна восстанавливается лишь в 10% теперь в научных текстах вводные слова клише 95% ну понятно что вводные слова клише навязли в зубах несмотря на то что текст плохой за счет этих клише вводных слов но тем не менее восстанавливается терминология же восстанавливается всего в 25% в случае все тогда пожалуйста вопросы и вот какое-то вот такое вот общее направление что ли это не доклад по результатам а общее направление наших работ о которых мне захотелось рассказать перед нашими учителями тех кого я вижу и тех кто надеюсь меня слышит спасибо за внимание вы знаете я не могу не поделиться с вами просто тем чувством необыкновенного удовлетворения которое я испытал слушая доклады с начала этой конференции я немножечко опоздал но по счастью мы слушаем половину доклада Лариса Николаевна потому что я увидел здесь как бы возвращение личности от машины потому что мы живем в таком веке когда над человечеством на их висло опасность машинизации человека человек или скорее определенное количество людей которые по своим данным должны заниматься творчеством занимаются машинизацией компьютеризацией становятся авторами таких временами лепостей о которых говорила Лариса Николаевна цитирование только до трехлетней давности это какой умник придумал такой практический закон от таких законов становится все больше и больше кто ответит этим законам кто ударит по тем неразумным людям которые распространяют неразумие в человеческом обществе то мы чем больше нас будет тем будет лучше для нас и для тех кто распространяет эти нелепости которые становятся законами простите за эмоции мой доклад он кажется так сказать не соответствующим теме или не вполне соответствующим теме сегодняшней конференции но если мы будем разумно думать то мы увидим что нет он соответствует тем хотя он говорит об устном общении он называется коммуникативная ответственность в условиях информационной революции информационная революция представляет собой радикальное и лавинообразное преобразование характера обмена информацией в современном сообществе человечества эта революция началась с изобретения телеграм затем радиус затем телефона и вместе с этими областями общения продолжилась бурным развитием полиграфии с ленотипом и газетно-журнальным бумом а потом изобретением телевизора а потом вдруг кибернетикой и бушующим развитием компьютера и далее внезапно интернетом и всей коммуникативной информационной деятельностью связанной с ним возникает вопрос а куда должно деться естественное устное речевое общение неужели оно обречено на отмирание и мы сидя за дружеским столом будем общаться посредством ноутбуков и планшетов через международную информационную сеть сделаем крутое предположение что этого не произойдет что мы сами не допустим человек что тот человек остался вот такой машиной и что он останется тем не менее естественно говорящим в самом деле если хоть немного задуматься то в смущенном мозгу высветится простая истина что за всеми как угодно замысловатыми передачами текста стоит неотчуждаемая от личности человеческая устная речь и проблема коммуникативной ответственности о которой я собираюсь говорить относится в первую очередь именно к этой речи органичной и бесценной принадлежности личности говоря о коммуникативной ответственности ответственности в общении спрашиваем ответственность кого ответственность перед кем ответственность за что поскольку мы рассматриваем проблему ответственности в общении то ясно что кого и кем имеется ввиду коммуникам лица ведущие разговоры перед перепиской ответственность за что вот в этом существу это наша искомая величина чтобы ее найти следует рассмотреть понятие эффективности общения а конкретнее эффективности непосредственного акта общения реализуемого диалогическим единством или диалогием вызов отзыв вопрос ответ и так далее речь в человеческом общении это главная часть поведения раскрывая закономерности речевого поведения мы должны строго различать поведение говорящего и поведение слушающего прибавить к ним также и поведение слышащего лица воспринимающего речь но непосредственно не участвующего в акте общения если отношение и его назначение находятся в цивилизованных рамках взаимной доброжелательности как теперь говорят кооперативности то обычные рекомендации или правила для коммуникантов можно сформулировать следующим образом правила для говорящего правила внятности речи правила понятности речи правила вежливости поведенческой уместности речи правила стимулируемой речи это правило куществу является собственным лингвистическим затрагивая информационные типы речи правила кооперативного вызова на нужную реакцию правила переакцентуации лиц в центре внимания слушающих правила оптимальной протяженности краткости речи правила разумности или логичности речи правила интересная речь для слушающего правила кооперативного паралингвального поведения жестов мимик правила для слушающего правила внимания правила непрерывания правила выражения интереса правила поощрения к продолжению речи правила активной оптимальной реакции на обращение правила для слышащего первое не вмешиваться в общение то есть не мешать второе допустить вмешательство в релевантных форс-мажорных обстоятельствах уничижительные высказывания о слышащем сговор против него и так далее все эти правила прагматики и правила речевого этикета являются продолжением правил хорошего тона традиционных европейского воплощения положенных мы ответили существенные поведенческие правила кооперативного общения с другой стороны в плане эффективности акта общения с точки зрения достижения коммуникативной цели не оперативно говорящим указанные правила хорошего тона закономерно пересматриваются положим цель говорящего унизить слушающего оскорбить его запугать его привести в замешательство погрузить в состояние прострации и так далее и все наши добрые рекомендации отбрасываются в сторону вступает в бурное действие высказывательный аспект воздействия импрессии поворачивающейся стороной отрицательной выразительности аспект выразительности соединенный с аспектами внятности и членораздельности должен строго учитываться при реализации любой коммуникативной цели кроме того случая когда цель говорящего сформировать нарочито невнятное высказывание сравните например высказывание высокомерного чиновника обращенное к униженному просителю нормальная же кооперативная речь как я показал в одном из научных докладов должна уповерять качество чум быть чумной членораздельной членор внятной уважительной выразительной у меня был случай показать что из всех напастей обрушивающихся в наше время на живой язык таких как засорение его дублирующими заимствования переполнение разного рода слингизмами жорганизмами огрублением элементами просторечия и так далее самой тяжелой напастью является усиливающаяся тенденция к нечленораздельной невнятной речи и это бедствие всего человечества набирает катастрофически все большую и большую силу скороговорки пренебирающие тем простым фактом что в нормальном общении мы говорим не для себя а для слушающего это может быть и читающим такой скороговорки как нам показал последний прекрасный доклад который мы прослушали такой скороговорки передаемся мы и сами по себе включаясь в бешеный тем информационных потоков такой скороговорки обучает нас и речь радио и телекорреспондентов отвечающие утрированно заданной целью передать все больше и больше информации в единицу времени между прочим последние наверное года два появилась вот такая мода особенно рекламодателей но не только отпускать очень ускоренным темпом передачу речи это просто это равносильно преступлению против общества преступлению когда мы слышим быстро 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 а о чем кто и знает скороговорка ведет к обратному эффекту важная информация в указанном ущербном канале деформируется и теряется она не должна деформироваться и теряться не должна при осознании говорящим коммуникативной ответственности перед слушающим я говорящий отвечаю за то чтобы слушающий хорошо услышал мое высказывание и хорошо понял его понял мой содержательный посыл заключенной вызови и передал бы мне запрашиваемую информацию в нужном мне адекватном отзыве кто это лучше не поймет чем переводчики о чем сегодня мы говорили а как машина переводная чтобы она научилась немножко понимать итак говорящий чтобы научилась понимать человека до сих пор я говорил о понимании человека машины так вот обратно должен быть процесс чтобы машина получше понимала человека итак говорящий является коммуникативно ответственным перед слушающим если говорящий говорит невнятно говорит при прочих равных условиях непонятно для слушающего то он является коммуникативно безответственным перед слушающим и как таковой он достоин лишь осуждения которое естественно призвано вести его коммуникативному исправлению с говорящим теперь все ясно с него нелицеприятно спрашивается но как же мы должны отнестись к слушающим имеется ли у слушающего некая коммуникативная ответственность или жизнь его полностью вольготна и он будучи пассивным коммуникантом ни за что не отвечает само собой понятно что вопрос этот является историческим конечно у слушающего имеется ответственность да еще какая она состоит в его моральном долге перед слушаем перед говорящим слушать и слышать его речь неукоснительно стараясь понять все его посылы все его явно и неявно выраженные смыслы и когда мы обращаемся к коммуникативной ответственности слушающего мы оказываемся перед большой проблемой соотносительно этого запаса или фонда знаний коммуникантов такого общего информационного запаса который необходим для их взаимопонимания в ходе общения рассмотрение вопроса о фонде общих знаний коммуникантов как известно осуществляется в лингвистической дисциплине назвавшей себя лингвопрагматикой наукой в использовании языка в непосредственных общениях фонд общих знаний связывается с понятием пресуппозиции то есть предпредположения пресуппозиции так и определяется по своей букве как фонд общих знаний говорящего и слушающего необходимый для адекватного восприятия и понимания речи говорящего со стороны слушающего плодотворность этого понятия самоочевидна его использование в разных школах языкознания помогло глубоко раскрыть явление подтекста и подойти с новых позиций управления смысла сообщения понятия пресуппозиции выдвинутые во второй половине прошлого века и закономерно развиваясь по мере его применения в лингвистических наблюдениях все более отчетливо обращалась к своей ревантности не к слушающему как таковому а к говорящему в самом деле ведь не слушающий а говорящий начинает общение не слушающий а говорящий делает изначальное предположение в рамках формирования вышеуказанного фонда общих знаний а раз это так то осмыслите определить понятие пресуппозиции теперь следует не просто в качестве соответствующего фонда общих знаний а как предположение говорящего о наличии услышающего суммы сведений необходимы для адекватного понимания высказывания или смысла высказывания следует пресуппозиции движение мысли говорящего но параллельно с движением мысли говорящего должно по необходимости осуществляться и движение мысли слушающего направленное на интерпретацию воспринимаемого высказывания движение мысли переводчика если у говорящего имеется предположение относительно отправного информационного фонда слушающего то у слушающего со своей стороны должно быть сформировано предположение об отправной оперативной информационной базе говорящего необходимое для адекватного понимания его высказывания если предположение говорящего называется пресуппозиция то предположение слушающего разумно назвать постсуппозициями таким образом мы будем различать во первых общее понятие коммуникативной субпозиции предположениями во вторых частное понятие коммуникативной прессуппозиции говорящей и в третьих частное понятие коммуникативной постсуппозиции слушающего коммуникативная суппозиция реализуется в конкретных условиях двух контекстов – горизонтального – широкая ситуация общения и вертикального – общекультурного фонда общения. Для достижения успеха в акте общения субпозиции коммуникантов должны, возможно, более строго соответствовать друг другу. Чтобы соответствовать друг другу, а в идеале быть эквивалентными или дождественными даже, они должны адекватным образом строиться на аналогичных оперативных информационных базах, то есть на релевантном фонде общих знаний, органически связанных с обоими контекстами высказываний – горизонтальным и вертикальным. Указывание требований настолько важно, что может быть возведено в рамк коммуникативно-когнитивного закона. Нарушение этого закона, то есть закона эквивалентности коммуникативной суппозиции, выражающейся в возникновении ложной пресс-уппозиции или ложной пост-суппозиции, ведет к информационному сбою ошибочной интерпретации смысловысказывания слушающих. Эта ошибочная интерпретация сплошь и рядом происходит из-за коммуникативной безответственности слушающего. Проблема коммуникативной суппозиции и непосредственно связанная с ней проблема коммуникативной ответственности, лежащих в основе достижения взаимопонимания в акте общения, относятся к числу важнейших проблем человеческого общежития. В связи сформулированного закона эквивалентности коммуникативной суппозиции, необходимой для взаимопонимания участников акта общения, зачем общение, то есть установление коммуникативного контакта, должен быть опосредован включением аппарата суппозиции. Соответственно, завершение общения, размыкание коммуникативного контакта, должно сопровождаться выключением аппарата суппозиции. Ошибочная интерпретация высказываний, вызванных ложными суппозициями, приводит к различным недоразумениям и бедам, в том числе обидам и сёрам говорящим, а в случае общения политических сторон, межкультурным и межгосударственным конфликтом, как я воскликнув закон на прекраснейшем, великолепном докладе. Отсюда особая актуальность рассмотрения этих проблем для современного этапа существования. человечества, отличающегося бурным развитием межкультурного взаимодействия людей на всех уровнях общественного устройства. Спасибо. Здравствуйте. Лингвистическая корректность в эпоху тотальной компьютерной толерантности и роль ученого в разрешении этого конфликта к юбилея профессора Ларисы Николаевны Беляевы. Актуальность конфликта между лингвистикой и информатикой в наше время компьютерной глобализацией с её толерантностью или индифферентностью к фундаментальному различию моделируемых лингвистами и информатиками языковых объектов носит не временно прагматический, но глубинный характер и определена, на мой взгляд, первое – антологически, второе – методологически и технологически, третье – исторически, четвёртое – этически, что неразрывно связано и с антологией, и с методологией, и со студией. Попробуем рассмотреть эти четыре аспекта корней инженерно-лингвистического конфликта, платиком которого 50 лет назад послужил в частности разгромный альпакотчёт и возможный механизм разрешения этого конфликта, столь необходимого для совместной работы лингвистов и информатиков. Ведь только их совместная научная деятельность позволяет строить симметрично-корректные математические структурные модели, способные дать адекватный конечный языковой компьютерный продукт, хороший перевод, репрезентативный словач, сильно обучающую программу. Первое – антология компьютерного лингвистического конфликта. На мой взгляд, антологически речь идёт о разнице структурных парадигм моделируемых лингвистики и информатики для обработки естественного языка. В некотором смысле возникает антиномия гибкости языка и жёсткости компьютерной модели. Иначе говоря, лингвисты-математик-программист по природе их наук работают с разными картинами лингвистического мира. Виной тому различие объекта, моделируемого в лингвистических и компьютерных формализмах. Математически это означает, что реализуемый на компьютере формализм не может быть построен без опоры на жёстко определенную минимальную единицу. Из этих минимальных единиц, кирпичиков, математик-программист моделирует объекты отношения между ними практически любого уровня сложности. Далее, он реализует модель, имея в руках такой мощный, но такой жёсткий инструмент, как компьютер. Именно компьютер определяет уровень сложности смоделированного продукта. Чем жёстче минимальные единицы и формализм, тем ловчее, быстрее и эффективнее обрабатывает компьютер входные объекты. В нашем случае языковые, переводят тексты, строят словари. Если лингвист не предоставил математику минимально однозначных лингвистических единиц, адекватная компьютерная реализация невозможна. Это объективная антологическая реальность и создаёт конфликт лингвистических и мизматических формализмов, определяя тем самым властную инженерно-лингвистическую иерархию. Результатом этого властного конфликта является то, что именно информатик владеет тотальным правом выбора тех минимальных единиц, которые пригодны для построения однозначной компьютерной модели языка, реализующей конечный продукт. При этом лингвист обязан быть компьютерно-корректен и подчиниться выбору информатика. Но обратно и неверно информатик нет. Он признаёт не диктат лингвиста, но компьютера. Зачастую информатик просто не имеет компьютерного права быть лингвистически корректным, поскольку доминирован жёсткостью компьютера, главного оружия реализации модели. Таким образом, до сих пор, пока лингвистам не удастся найти свои минимальные однозначные лингвистические гены, хромосомы и выстроить лингвистическую ДНК, указывающие на порядок наследования признаков по всей языковой иерархии, придётся лингвистам признать легитимную компьютерную связь информатиков. К сожалению, качество, адекватность конечного лингвистического продукта, в частности, машинного перевода, зависит не от того, насколько лингвистический формализм удовлетворил требованиям математического склонился, а от того, насколько лингвистически адекватно смоделирован результат, языковой объект. Именно поэтому зачастую компьютерная гора рождает неадекватную лингвистическую мышь, о чём я говорила и писала в своей книге «Семеотика лингвистикой моделированной», изданной в Париже в 2003 году. На эту книгу я и ссылаюсь, говоря потом о своем предложении теории языка. Замечание. Сразу оговорюсь, что описанная математическая сторона инженерно-лингвистического конфликта не означает. Вот и бедные инженерные лингвисты, структуралисты всегда какие гибкие и пушисто-корректные, а властные математики такие всегда жёсткие и как чисто некорректные, не идущие ни на какие компромиссы с гибкими и упрямыми неоднозначными лингвистами. Изначально и те и другие зависят от компьютера, которому и принадлежит реальная власть. Просто математика властный компьютер понимает и слушается, а лингвистов нет. Но их союз необходим, и это он стоял у истоков инженерной лингвистики. Смотри, такие фундаментальные работы как элементы математической лингвистики Гладкого и Мельчука, равенство сходства порядок и логикознаковых систем, математика-философа моего учителя Анатолия Тешрейдера, а также, к примеру, работа Петровского, другого моего учителя, и математика Бектаева, работа Соколовой и математика, и Аполлонская лингвиста, работа Беляевой и Тижаковского и многих-многих других. Властные несимметричные отношения лингвистики и математики носят не только антологический, но и этический характер, к которому мы будем много раз обращаться и ниже. Пока же вернемся к рассмотрению конфликта с лингвистической стороны. Итак, лингвистический язык, будучи коммуникативно подвижной системой семиотически определенных комплицитных план содержания и эксплицитных план выражения уровней, не имеет, и по всей видимости не может иметь единого четкого первичного объекта моделирования, минимальной единицы лингвистического гена, ни на одном из своих комплицитных уровней. Более того, все языковые уровни развернуты в системе лингвистических координат парадигматика, синтагматика и стилистика. В итоге нам удается в рамках нашей теории выделить 12 типов минимальных лингвистических единиц, находящихся на пересечении четырех уровней лексика, синтексис, семантика и концептуальный уровень референции, которые развернут в трехмерном пространстве трех измерений синтагматики, парадигматики и стилистики. На каждом уровне лингвисты определяют свои единицы на следующие признаки предыдущих уровней. Но единства в этих глубинных наших лингвистических теориях, таких как Юлия Хомского, Мельчука, Апрессиана, нет, хотя каждая из них вносит свой вклад в поиск лингвистических генов, хромосом и ДНК. Именно отсутствие строгих минимальных семантических, прагматических и концептуальных лингвистических единиц на имплицитных уровнях языка и воплощает семиатически глубинную базу антологического конфликта интересов лингвиста и информатика. Что же касается эксплицитных уровней лексики и морфологии и частично поверхностного синтаксиса фраз и текстов, то здесь все проще. На этих нижних эксплицитных языковых уровнях лингвистами описаны уже минимальные конечные четкие лингвистические единицы фонемы, морфемы и лексемы и частично фразы и текст. Извините. Следовательно, созданы условия для компьютерно реализуемых математических моделей, достаточно адекватно воплощающих лингвистический и структурный формализм. Таким образом, не только выделены однозначные базовые единицы, как только выделены однозначные базовые единицы, конфликт лингвистики и информатики снимается, и поэтому именно на уровне голосового распознавания речи, а также лексической и частичной логической обработки текстов получены наиболее эффективные компьютерные результаты и в области машинного перевода и корпусной дидактической обучающей лингвистики. Но эти достижения, к сожалению, затрагивают лишь поверхностные и эксплицитные уровни языковой системы и не могут претендовать на полноценное моделирование языка и далее языковой коммуникации. Второе. Методология и технология конфликта. Если методологически компьютерная модель организована иерархически жестко, однозначно, и логически не противоречива, тогда технологически она работает быстро, устойчиво и надежно. Скорость и масштаб объемов обрабатываемых текстов неоценимое достоинство компьютерных моделей и бесценный инструмент для проверки лингвистических гипотез. Лингвистическая же модель имплицитных уровней, например, многозначной лексики, семантически зависимого синтакса, семантики, не говоря уже о прагматике и концепте, методологически многозначенно, коммуникативно, подвижно и прагматически изменчиво. Технологически это означает, что глубинный лингвистический анализ текста требует множественных возвратов рекурсий от верхних имплицитных уровней к нижним и обратно. Эти рекурсии необходимы в частности для снятия многозначности лексической фразовой и текстовой поиска децидентов и так далее. Но именно они замедляют, усложняют, а иногда и просто противоречат компьютерным требованиям. А это значит, что глубинные лингвистические модели медленны, экспериментальны и невоспроизводимы на больших массивах текстов, то есть дают неустойчивый машинный результат. Как мы говорили, на поверхностных уровнях технологические результаты модели устойчивой лингвистической. Здесь жесткие частотные модели, статистический анализ отлично решает такие проблемы, как выделение ключевых слов, создавание лингвистических рабочих, контекстных, дистрибутивных и частотных технологических словарей. Это так, настолько удобно в работе переводчика и выучающих программах, репрезентативность которых обеспечена огромным объемом выборок. Весь интернет это неистащимый источник текстов, столь необходим для работы лингвистов. История конфликта об айсберге Альпак и толерантности. Для определения исторических координат инженерно-лингвистического конфликта определим кратко понятия модерны и постмодерны их базовых установок, в рамках которых разыгрывается наш инженерно-лингвистический конфликт. Исторический маятник развития науки проходит циклы от подъема к спаду и затем или к разрушению или к новому подъему. Переход от спада к подъему и обратно происходит через конфликт в точке трансгрессии, точке разрыва с каноном, точке бифрукации по Петровскому или рывка по культурологической типологии Дмитрия Быкова, к которому я буду много обращаться, потому что она мне нравится. Если конфликт разрешается, то происходит подъем в позитивном случае или спад в негативном. Если конфликт неразрешим, то наука погибает, как погибает государство, цивилизация, языки и популяции. Получается, что конфликт, трансгрессивно прорывающий привычное концептуальное научное пространство с его канонами, детерминантами, играет роль мотора, выводящего науку или социум на новый виток развития. Однако, результат этого рывка может быть как прогрессивным, так и регрессивным. Это зависит, я думаю, от трех причин. Первое. Насколько конфликт антологически обоснован? Если он обоснован и отрефлексирован обеими сторонами, то переход к новому витку, подъему, спаду или гибели не минуем. Ну, типа низы не хотят, верхи не могут. Второе. Какова этическая установка, лежащая в основе трансгрессии? Если этическая установка конфликта позитивна, то на новом витке происходит подъем, прогресс, накопление нового знания, меняющего позитивный канон. Если негативно, то начинается спад, регресс канона. Третье. Насколько симметрична корректность поведения обеих конфликтующих сторон? Необходимым условием симметричной корректности участников конфликта является недопустимость властного контекста. В этом случае конфликт практически всегда разрешается в пользу властной стороны. Такова природа войн и революции. Всякая война, конфликт, но не всякий конфликт, война. Властный контекст чаще всего ведет к историческому регрессу или гибели соответствующего универсума. Опираясь на эти соображения, определим теперь категории модерна, постмодерна и связанные с последним искажением понятия толерантности, которые нам необходимы для выполнения, для выявления их лингвистических анализов. Первое. Этические корни модерна и постмодерна. Поскольку в основе модерна, как продолжение просвещения, лежит этический культ морали, чести, свободного выбора и защиты своего личностного права и жертвенного труда, поскольку модерн позитивная, но некомфортная для человека эпоха, потому что она требует от него очень много усилий. Модерна воплощает по Быкову три идеи. Идеи детерминированности и правда, человек детерминирован биологически подорвен социально по Марксу и психологически по Фрейду. Второе. Рефлекс преодоления детерминизма в модерне свободной волей и моральным выбором человека. И третье. Жертвенность труда. Личность самоценна, когда она творит и познает. Устав от жертвенных усилий, диктуемых модерном, социум переходит в постмодел, опирающий на этический культ отказа от усилия, восхищения от недозволенности, раскрепощения тела, желаний, секса, здоровья. Основной принцип постмодерна тотальная толерантность как терпимость к любым носителям и проявлениям этого культа, даже в очередь собственным взглядом. Постмодерн, поэтому, негативная, на мой взгляд, комфортно-аморфная для человека эпоха, не требующая жертва и снижающая этическую планку, если она может огорчить другого, отличного, другого в кавычках, отличного от нормы. При этом культ толерантности к другому реализуется, по словам Жижика, реализуется в предположении, что это обязательно хороший другой. А что, если этот другой, уже я говорю, оказывается плохим, скажем, агрессивным, нетерпимым? Тогда начинается этический хаос. Приходится терпимо смириться с этическим нетерпимым, с точки зрения моих установок, чтобы не прослыть толерантным, нарушив негласное табу, тотальной толерантности постмодерном. Рассмотрим теперь модерн и постмодерн в лингвистическом контексте. Исторические координаты лингвистического модерна. В такие этически позитивные эпохи, как модерн, происходят эволюционные революции. В частности, именно модернизм далеко продвинул науку 20 века. Опираясь на типологию Быкова, выделим первую экономическую, эти эволюционные революции, экономическая революция, марксистская, биологическая революция, дровинистская, психологическая, флюидистская, философская, нитшианская, физическая революция, теория относительно Эйнштейна, и мы добавим сюда лингвистическую, сосеровскую и позднее хумскианскую. Исходя из этого, для лингвистики можно определить период подъема в 50-60-е годы 20 века, как период лингвистического модерна, исторического рывка, основанного на рефлексе освобождения от детерминизма традиционного языкознания. Действительно, в лингвистике к 50-м годам трагрессивный разрыв произвели структуралисты, которым стали тесны рамки традиционного фундаментального кабинетного языкознания, не особо озабоченного необходимостью формализовать свои языковые представления и тем самым проверить строгость своих гипотез и теорий. Лингвистам-штруктуралистам, несомненно, фигурам модерна, потребовался выход на контакт с компьютером, который позволил проверить адекватность лингвистических формализмов. Именно тогда лингвисты в союзе и при поддержке математиков осознали ценность своих лингвистических формализмов, убедились в возможности их отражения в математических формализмах и реализации на компьютеры. Толчком этого подъема был не только успех Джордж Таунского эксперимента в 54-м году игрушечной системы IBM Mark II пословно-пооборотного русско-английского перевода, где переводилось 49 предложений со словарем 250 слов и 6 правилами, но и успех московского эксперимента англо-русского перевода Бельско-Япанов и ряда других. С этого момента и начался подъем ознаменовавший начало лингвистического модерна, после которого в 66-м году в связи с пресловутым атлас-разгром альпак-разгромом начинается спад и на смену модерну приходит эпоха лингвистического постмодерна. Исторические этапы лингвистического постмодерна в общих чертах этапы лингвистического постмодерна можно определить следующим образом. Конец 60-х это лингвистический постмодерн с его бурным лингвистическим модернизм, с его бурным развитием. Теория семиотики, структурной, инженерной, прикладной, математической лингвистики, статистика речи с точки зрения практики, с реальными машинными результатами машинного перевода, машинной морфологии, смысловые поисковые системы бесключевых слов, попытки создания лингвистических процессоров, как этап, автоматические словари Тезауруса. 1966 год. Конфликт айсберг-альпак, который руками восьми лингвистов, философов, математиков и инженеров, не просто нанес прямой удар с вершины айсберга, тем заблокировал нерентабельный и в принципе неперспективный машинный перевод. Более того, своими подземными толчками айсберг-альпак нанес удар по структурализму семиотики инженерной лингвистики в целом. Тем самым альпак-разгром создал у лингвистов комплекс инженерно-лингвистической неполноценности, от которого и по сей день, 50 лет спустя, инженерная лингвистика не избавилась. Корни этого комплекса уходят в онтологическую невозможность формально смоделировать ни генетику минимальных единиц, ни концептуальный контекст языковой коммуникации, что позволило бы в частности устойчиво снимать лексическую многозначность, о которой говорил Бар Хирилл, который был математиком, лингвистом, последователем Карнапа и учеником. В 1966 году на его оценке основывался альпак-проект тоже. В 70-е и 2000-е годы лингвистический постмодерн с его тотальной терпимостью к этически нетерпимому диктату информатиков над лингвистами при разработке лингвистических продуктов на мощнейших современных компьютеров. Глобально подчинился постмодернистскому культу пользовательского желания, комфорта, скорости и простоты, в которые, естественно, не вписывается системная сложность и противоречивость языковой модели и коммуникации. Сегодня, в эпоху компьютерной глобализации, в контекст которой попал лингвистический модерн, назревает ингрессивный рывок к преодолению догмы тотальной толерантности, об абсурде тотальной толерантности и глобализации. Мы уже говорили, что конфликт лингвистической корректности разыгрывается не только между математиками и программистами, но и внутри самой инженерной лингвистики, когда ради успеха компьютерной реализации лингвист приносит в жертву лингвистическую сложность языкового объекта, становясь лингвистически некорректным по отношению к самому себе. В этом случае, строго говоря, нарушается внутренняя рефлексия лингвиста, человека-машинной коммуникации по отношению к самому себе. Отношение корректности становится нерефлексивным, то есть не выполняется между лингвистом и им самим. Аппарат отношений рефлексивно-симметричной транзитивности была предложена Шрейдером для описания лингвистических объектов, за что ему большая благодарность. Как мы уже говорили, «Онтологический конфликт лингвистов и информатиков усугубляется в условиях компьютерной глобализации и тотальной толерантности». Уточним кратко эти понятия. Компьютерная глобализация – абсолютная компьютерная свобода нашего времени, когда компьютер, содержащий безграничное количество информации, воплощенной в текстах, вошел не просто в науку и образование, но в каждый дом, породил такую свободу в обращении с ним, что информатик просто обязан обеспечить, чтобы компьютерный формализм работал быстро и просто. Тотальная толерантность – это, по сути дела, абстурд. Постмодерн вообще исказил само понятие толерантности. Формальное отношение толерантности – это отношение сходства, быть похожим, и оно рефлексивно, выполнено между объектом и им самим, симметрично, если Х похож на У, то и У похож на Х, но нетранзитивно, если Х похож на У, а У похож на З, то это не означает, что Х похож на З. В отличие от этого тождества, то есть быть равным, рефлексивно, симметрично и транзитивно, действительно, быть равным, Х равен самому себе, если Х равен У, то и У равен Х, если Х равен У, а У равен З, то и Х равен З. Таким образом, тождественные объекты неразличимы. Получается, что толерантность отличается от тождества именно различиями объектов. И эти различия есть самое главное – индивидуализация, которая дает возможность идентификации объекта. А если этих различий нет или ими пренебрегает, то объекты становятся неразличимыми, просто потому что одинаковыми. Так стираются этические границы добра и зла, дозволенного и недозволенного. Нарушается, становится невозможной адекватная идентификация объекта. Применительно к лингвистике это обозначает, что культ постмодернистской тотальной толерантности стирает границы лингвистической идентификации естественного языка у лингвистов и информатиков. Делает эти различия несущественными, узаканивает эту несущественность и остается власть безграничная информатиков. Что неправильно. Этические пути разрешения конфликта. Мы видели, что после рывка или разрушения, после рывка наступает или разрушение, или спад, или подъем. если у инженерной лингвистики отнимут компьютер и лингвистов не восстановят в компьютерных правах, она погибнет. Просто некому будет ее защищать. Потому что останется неразрешенным антологический инженерно-лингвистический конфликт, его действительно некому будет разрешать. Однако, потому что у лингвистов отняли компьютер. Однако история не дает никому, ни науке, ни человеку, дважды вступить в одну и ту же воду. Пожалуй, всегда происходит все на каком-то новом витке. Пожалуй, на новом витке наверх или на новом верте вниз. Пожалуй, нельзя во всем этом постмодерном разгуле абсурда тотальной толерантности и на самом деле полной, а на самом деле полной индифферентности к сложности языкового процесса и его модели винить проклятый Альпак отчет. Хотя бы по причине истечения 50-летней давности этого разгрома. Но антологической сложности языкового объекта тоже. Если наша наука не погибнет окончательно, то только благодаря ее лидерам, этика которых не позволяет им покинуть инженерно-лингвистический очаг. Лидер это тот, кто умеет и выигрывать, и проигрывать. Как пишет в своем дневнике Иван Иванович Пущин 18 сентября 1820 года, не мудрено жить, когда все хорошо. Нужно уметь быть довольным, когда все плохо. А плохо это когда закрывают лучшие математические мат-лингвистические кафедры в лучших вузах или коммунально сливают их с другими более перспективными. Впрочем, иногда это тоже способ спасения. Когда рассыпаются всесоюзные группы, лаборатории, когда за неимением финансирования инженерные лингвистики перекрывают компьютерный кислород и закрываются кафедры. Именно в такие исторические периоды науку сохраняют прежде всего лидеры, независимые, нетерпимые к этически нетерпимому, даже если это сейчас, в эпоху постмодерна, совсем выходит из моды, сохраняя при этом уважение к конфликтующей стороне, не уступая своим этическим принципам, но и готовые пойти на компромисс ради общей пользы. Эпилог. Как мы видели, в инженерно-лингвистический век нам, лингвистам, которые сегодня отметили, готовятся или отмечают свои 70-летние юбилеи, достался очень непростой исторический период. Впрочем, простых в истории периодов не бывает и даже в периоды расцвета всегда есть кто-то, кто либо рядом с эпохой, либо впереди эпохи. И именно он, как говорит Монтейн, именно он, который находится рядом и может смотреть со стороны, именно он является чаще всего тем, кто хочет разрушить канон, он его хорошо видит. Поэтому в любые годы, всегда и в трудные времена, особенно этические качества, о которых говорилось выше, определяют судьбу науки. Всеми этими качествами, не говоря уже о верности, харизме, достоинстве, таланте, фантастической организованности и работоспособности, способности адаптировать накопленный опыт к реально сложившейся ситуации, но без пренебрежения своими нравственными принципами, обладает Лариса Николаевна Беляева. В течение 45 лет она возделывает инженерно-лингвистическую делянку, внося неоценимый вклад как в автоматическую обработку морфологических хромосом, так и других областей инженерной лингвистики, а именно теории и практики машинного перевода, частотного анализа текстов, лингвистических баз данных, моделирование реализации морфологии и лексикографии, автоматических словарей и их реализации в учебно-образовательных и переводческих технологиях. Всему этому я живой свидетель и участник и могу засвидетельствовать, что все эти 45 лет Лариса Николаевна разжигает, бережет и сохраняет инженерно-лингвистический очаг и остается рефлексивной, симметричной, но совершенно нетранзитивной. Уж если Лариса Николаевна согласна с Y, а Y согласен с Z, то это абсолютно не означает, что она тоже согласится с Z, если это противоречит ее взглядам. И она является по отношению верность науке. Но по отношению верность науке она является транзитивной. И это отношение верность науке задано на множестве ученых инженерной лингвистики, которому присутствует себя и автор этих строк. На этом я поздравляю инженерную лингвистику с юбилеем Ларисы Николаевны и благодарю вас за внимание. Спасибо. науке на силу устной речи я хочу его заразить. Как известно, наука началась с геометрии. Представьте наука, наставьте наука. Наука началась с языкознания. Правильно. Это тоже правильно. Это я недавно понял. Потому что считается, что наука не носила сухи. Наука началась с вопроса о том, какова связь названия и предмета. С определения, то есть. Наука началась с определения. Это не определение. Название. Название. Это не определение. Лариса недаром говорила о том, что сейчас не так много определений, как объяснений. А я начинаю между прочим спецкурс не важна философия не с познания. Вот. Начинаю с того, что самое главное понятие общенаучное, самое главное понятие это определение. Его смешивают с описанием, с объяснением. Ну вот, так вот, определение точно. А вот мы говорим что-то я не закончил. Я не закончил. Я не закончил. Один в том, чтобы опознать предмет. Вот существует речь это практически невозможно. То, чего мы пытаемся дариться. Буста речь это невозможно. Поэтому геометры древних начинались с рисования фигуры на доске. Пользовались инструментами, точными. То есть линейка цель были в итоге. И все, что было вне этого инструментария, считалось сложным. Поэтому пустная речь не может быть точной. Я вам в этом совершенно убежал. Пустная речь не может быть точной. А я думаю, что речь не может быть не точной. Иначе это либо скверная речь, либо неумелая речь, либо вообще бормотание. мысль изреченная есть ложь. Понимаете, я просто повторяю. Это политическое образ. Это буквально правильно. Мысль изреченная есть мысль. Мысль не изреченная даже во внутренней речи есть не мысль, а образ. Вы ошибаетесь. Хорошо. То есть не хорошо. Вы ошибаетесь. Попытка храуши, но это невозможно быть точной пустой речи. Ну что же, тогда будем молчать. Не надо рисовать, но лучше портить генетическими терминами. Понимаете, они очень левят. Ладно. Но я предпочитаю, чтобы кто-то другой объяснялся при помощи циркуля. Ну, это остается точным, но ограниченным. Надо расширять, понимаете, за счет более точных терминов. Другие, которые надо вести в обхват. Сандра, скажите, пожалуйста, вы когда говорите о хелетажниках, вы их каким-то образом классифицируете? Я объясню, что я имею в виду. У меня есть такой, можно сказать, знакомый хелетажник, называется Пьер Солову. С одной стороны он из Руда Солову, а с другой он значит Многу Зайцева, Лариса Зайцева. Он сохранил, вот, и семья сохранила потрясающе красивый русский язык. Но из разговоров я не поняла, что там было какое-то специальное обучение языку, была среда. Я знаю, что сейчас там, где хотят сохранить русский язык в семьях, все-таки с детьми занимаются специально по каким-то учебникам русского языка, которые привозят. Вы как-то их классифицируете? На самом деле я хотела сказать, что это очень разнощерстная группа, поэтому мы как раз, я это сегодня не обсуждала, но я могу задавать несколько вопросов как раз по этому поводу. Во-первых, в Евгении Родинец, потому что вот эта группа, с которой мы работали, они, ну, хотя бы тоже надо сказать, что они там от возраста вот с 20 вида, там, самый старший, по-моему, там, под 70. Так что там совершенно разные биографии. Вообще, вот это, херетажников как, ну, как сказать, как одна монолитная группа, такого нету, потому что у них очень разные миаграции, поэтому мы пытались это все уточнить, но спрашивали там о месте рождения, о возрасте, когда они, если они переехали, если они родились еще вот на территорию бывшего Средственного Союза, то в каком возрасте они переехали в другую страну, где они изучали русский язык, потому что на самом деле вот даже к нам поступают очень много, очень хорошо говорят, но которые не умеют читать, так что как бы все вот эти вот ну, одервы, они вообще говорили, у них очень хорошо разница, но некоторые вообще не умеют читать и писать, поэтому это очень разночерстная группа, и мы хотим это как раз тоже учитывать в более влюбленном анализе там, потому что там тоже могут быть разные эффекты как раз связаны с влюбленным альморфимом и эллиофимом. Что это? Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста, Нина Максимовна. Я, во-первых, хочу поблагодарить всех докладчиков, потому что каждый доклад принес очень много интересного, лично для меня, я думаю, для всех присутствующих. И задать несколько вопросов. А вы, прежде всего, с самыми, меня очень заинтересовал ваш корпус изучающих русский язык. А поскольку сегодня в Европе мы имеем дело со студенческими группами, полиэтническими в силу процессов мобильности и так далее, мы знаем, что для создания таких корпусов важен не только язык Ц, но и важен родной язык Ц. Каким образом вы планируете компоновать ваш корпус? На самом деле мы хотим компоновать корпус не из адаптированных текстов, а из оригинальных текстов. Поэтому мы в добавок к вопросу о выведении морфем-графем мы еще занимаемся разными статистическими мерами, которые позволяют определить уровень сложности текста. Но именно потому, что у нас, конечно, аудитория довольно разная. как раз тоже предоставляли наш опросник с двумя рабочими языками, как раз немецкими англистами, потому, что на территории немецкоязычных стран довольно много именно ферритажных и в Соединенных Штатах тоже. Так что мы надеялись на то, что нам можно набрать довольно большую группу, которая очень представительная в том, что у нас не так. Так что это уже ответ на ваш вопрос. Это не совсем так. У меня действительно возник второй вопрос. Таким образом, вы говорите о корпусе для изучающих. Для. Да, да. Для изучающих. Потому что это несколько иное. Тогда каким образом, то есть смотрите ли вы только на компетенции в области речевой деятельности при создании этого корпуса или вы учитываете концепцию функциональной грамотности приема. Это нас скорее интересует функциональная грамотность. Поэтому для нас конечно очень важен этот вопрос. Что помогает в большей степени это выделение морфем или графем, потому что мы конечно хотим привести наших студентов к тому, чтобы они умели грамотно работать селиком, чтобы они были в состоянии различать всякие разные графем и так дальше. Это для нас очень важная вопрос. Спасибо. Людмила, у вас еще какие-то вопросы? например тексты художественные тексты публицистические вот насколько критерии должны быть одинаковые? Нет, они не должны быть одинаковые. Это та часть на которую я точно могу ответить. Точно назвать критерии к сожалению я не могу на настоящий момент я знаю много работ ну ряд работ прежде всего англоязычных на материале английского и французского языка критерии пока что выделяются потихоньку главным образом те критерии которые легко выделяются выделяют более-менее легко выделяются выделяются на материале научных текстов сейчас я боюсь их перечислить но тем не менее это было сделано если прислете мне письмо я с удовольствием отвечу сейчас я не готова и эти критерии были реализованы как я уже сказал в системе базе реферирования критерии в большой степени по-моему определяются получателем текста да конечно то есть наша задача взять формализовать формализовать да которые важны эту сторону да естественно да конечно спасибо я прошу прощения у меня вопрос был конечно по слайду но закрыли уже презентацию нет нет не надо возвращаться может быть вы помните там где снятие неоднозначности моя вина что-то возводилась в клемме вино это вы хотели показать что ошибочно или какая-то другая цель была там было было два примера неправильная лимитизация да то есть вы хотели прокомментировать неправильную лимитизацию с помощью какой-то программы все я только вот это хотела ну с помощью программы вот а-ля контекстная предсказуемость снятие неоднозначности там было два типа снятия неоднозначности да неправильное возведение клемме ну со всеми последующими вытекающими результатами и второе это опечатки ну тоже традиционная проблема и вот этот критерий сюрпризов давал вам да то есть как сигнал что нужно здесь пересмотреть разметку да сигнал что скорее всего там ошибка то есть там главным образом да спасибо вот дайс сюрпризов и энтропии причем зачастую достаточно даже сравнения сюрпризов и энтропии вот в частности мы делали работу по классификации ключевых слов значимость ключевых есть набор ключевых слов есть метрики в соответствии с которыми они упорядочены есть эксперимент с носителями языка но какие из них наиболее важны для текста какие нет вот структурно важны не всегда понятно сопоставление сюрпризов и энтропии например тоже дает дает хороший результат при вот такой содержательной классификации я говорю система понимания текста от самых разных элементов этого исследования по-моему должно выиграть да, наверное но я просто хочу напомнить что у Раймона Дегина и у Чемпионовского целый комплекс работают как раз по предсказуемости естественно мы просто очень большой материал проанализировали наверное можно эти результаты как мы используем мы используем мы используем что-то не прозвучало нетовато я раздаю работу Раймон Геннадьевич они пользуются обязательный список и конечно же мы их используем я на этом выросла да прошу прощения что ну тогда мне налило и на вас сослаться спасибо потому что очень много из ваших работ мы тоже заинствуем спасибо большое